всем ребят привет с вами седой копатель как вы знаете у нас видео бывает очень информационная познавательная интересная и по моим видеосюжетам очень много людей учится в частности шурфологии чистки монет и за это время пока существует мой канал я получил уже от своих подписчиков три посылки именно посылки связаны шурфологии все люди кто учится на моих видео уроках они знаете ну благодарят тем самым присылая мне посылочки со своими находками последний раз мне пришла посылка которую держу я сейчас в руках я еще не распаковывал именно товарищ благодаря моим урокам по шурфу отыскал клад клад непосредственно в доме который был плугом в общем это было сейчас поле или огород что-то в этом роде но до этого стоял старинный дом и по шурфам он решил его попробовать прислал мне в знак признательности благодарности непосредственно свои находки чуть-чуть немножечко и также он заснял это все на видеопленку но знаете конечно качество не очень но я постараюсь сделать нарезочки интересных фрагментов и возможно еще и озвучу так что сейчас я буду вскрывать посылку спасибо большое пришла посылка из краснодара вот и посмотрим что же интересное он мне прислал а также посмотрим сам коп который прислал данный комрад так что приятного вам аппетита просмотра ну и все смотрим если понравилось пишем комментарии подписываемся ну что давайте посмотрим письмо у нас пришло из забайкальского края от максима все остальное я не буду адреса показывать так как он меня просил не озвучивать ну давайте вскроем так так пасы ой 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 порезал ребята письмо ничего страшного так распаковочка так упаковано вот таким вот образом письмо здравствуй александр деньги в родной патине и я только мылом мыл две копейки даже немного подвергал мех чистки она была не очень думаю зачем одну чищенную чешую отправлять и положил нечищенные с подписанными царями это тебе немного доставит удовольствие от процесса чистки дай вам бог здоровья чтобы вы и дальше радовали нас приятными мгновениями копа холодные зимние скучные дни с уважением максим вот приятно приятно вот письмо прислал мне от души действительно теплее стало на душе а сейчас давайте распакую саму посылочку прям раздирает речь шла о чешуе вот но он тут озвучил деньги деньги в родной патине деньги а может чешуя и есть деньги ладно блин но конверт конечно большой большой для чешуек можно было уместить и в маленьком конвертике об знать тут еще еще один конверт так вот в таком можно было отправить так давайте вскроем так ваше внимание сейчас откроет вот а медь медь про медь я был не в курсе ну ладно хорошо так вот так вот что у нас здесь смотрите это деньга деньга 1748 сохран бодрый дальше деньга 1749 хорошая деньга 1750 до погодовка целая и вот смотрите какая приятная монета у нас нечастые такие монеты выскакивают это у нас екатерина сибирка две копеечки 1777 год класс вот это было приятненько давайте приступим к чешуе чешуйки так они у него все подписаны аккуратненько аккуратненько хорошо прям от души прислал чешуек ага и давайте теперь вскрывать надо камеру по-другому поставить ну что давайте потихонечку доставать чешуйки смотрите какая красота а это чешуйка с отверстием это с манистой алексей михайлович здесь на ней отчетливо читаемая надпись так хорошо давайте дальше так про это я сказать пока ничего не могу следующая чешуйка самое главное надписи очень хорошо видны очень хорошо видны надписи так что с датировкой я думаю у меня проблем не будет так что у нас дальше он говорит что не кто решает и и в и и и и и в и и и да ребята надписи вообще хорошо читаемые то есть с датировкой никаких проблем не должно быть всадники к сожалению немножко затертые есть монетки а вот надписи другой царь щеклос так давайте с с бумажечками скроем в последнюю очередь а это петровская интересно интересно у меня есть петровский но они как-то такой знаете формы идеально может быть это ранее петровские у я датировал 1721 году у меня были так все садики у нас с копьем да и тоже с копьем ну приятно приятно так еще давайте да у меня столько чешуек руках никогда не было клад повторюсь достаточно приятный тем что там было несколько сотен несколько сотен и он его не докопал он будет продолжать его копать но уже на следующий год так вот это хорошего сохранить такого прям все проглядывается прям хорошие хочу сказать что ребят вот эти вот монеты чешуйки они себя ничего ценного и дорогого не представляют стоимость таких чешуек всего-навсего там сто сто пятьдесят рублей за штучку ценится чешуя непосредственно псковские новгородские ухо это смотрите какая у нас бумажка была ну-ка давайте еще на бумажке написано так на бумажке петр алексеевич алексеевич петр алексеевич ну-ка посмотрите посмотрите а ну да петровская хорошо петр алексеевич еще одна бумажка еще одна бумажка и давайте посмотрим что там они не чищены ребят так ну это придется наверно еще как-то чистить на ней что у нас написано федор алексеевич федор алексеевич федор алексеевич окей федор алексеевич дальше это у нас иоанна алексеи так иоанн алексеевич иоанн блин будет интересно посмотреть иоанн алексеевич класс чешуйки ребят продолжаются вот здесь с птичкой что ли это у нас алекс так алексей михайлович алексей михайлович он птичка да я как бы по чешуе не разбираюсь так что если что извиняйте мы такие вещи не копаем у нас пока не встречается такое михаил федорович короче у нас получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать чешуек три деньги и одна у нас вот такая вот чудесная две копеечки 1777 года ее называют соболя очень приятная монета очень приятная монета екатериновская сибирочка и деньга прям погодовка сорок восьмой сорок девятый сорок девятый и пятидесятый год очень приятные какого сохрана монеты очень приятные да спасибо 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 макс спасибо ну а сейчас давайте посмотрим на видео сюжет который он мне прислал ну а хорошая природа на Байкале но туман не видно ни хрена ладно вот такая вот дорога там внизу речка а машины ездят речку вообще не видать город за речкой вот здесь метров триста всего а не видать ни хрена вообще вот так вот 100 метров туда 100 метров сюда вот он получается вот он этот прекрасный огород это яма но как будет нормальный сигнал в онлайн одну может две монеты сниму телефон садить не буду буду искать эпицентр ладно пока отключаюсь прибор сварок golden mask но две я уже нашел хамбарница у меня а не две две штучки болтаются но чешуя при убитая маленький получатся михаила федора и петра алексеевича убираем убираем неудобно камеру нету но ничего так и вот сигнал это вот обсыпаю отсюда так смотрим вот она красавица вот она красавица чешуйка чешуйка вот такой более-менее бодренькая ну в общем что тут у нас еще одна еще одна это не то это не то о охренеть китайская она то тут откуда охренеть ладно что там счет а кто-то фортанул это все но какая-то китайская монета ладно бог с ней так ну ладно а получатся блять пока включаюсь сигналов нет как но потом покажу что накопал это вот я вчера получается вот от того как сказать блять от этой мекины от этой кучи вот эту вот ширину полностью в штык прошел взяли мы 100 монет вот так 100 монет получается до отсюда дошел это уже край очень хорошо у нас попадалось где-то здесь скорее всего вот это вот сама вся яма это была домовая яма вот где-то здесь кто-то спрятал клад будем надеяться что копейки Петра попадут потому что идут чисто чешуйки петровские и Михаила так что будем пытаться ладно выйду на связь как только что-то найду здесь вот уже как бы мало-амальски но там еще есть кольцо серебряное с какой-то фигнюшкой внутри гирька и самое главное почему включился валятся 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 монеты хренотень какую-то нашел как же что за хренотень совершенно не могу понять но какой-то придурок взял четыре раза пробил серебряная монета какая-то тонкая но видно будет дома посмотрю на хороший телефон сфоты ладно так вот отодвину я короче получатся здесь сигнал здесь сигнал и вот в комке сигнал сейчас будем смотреть что здесь у нас есть-то в комок целый комок комок целый в комок осторож позиция там там они это у нас вообще уже до салона о вот она красавица как ты показать вот видео то вот не очень торчит чешуйка от какая найти до за ужас как ты одна положим и сюда пока да и как быть нету на красавица были маленький маленький вы не верится что во времена петра 1 михаева федоровича на такую штуку можно было что-то купить ужас ладно уже моя вот сам то не вижу ни хрена солнца свечет еще один целики а а а а а а а Добро пожаловать в Казахстан! но за большая как это но эмоции как бы не зашкаливают но тем не менее кучка кучка и вот она с отпечатком представляешь какая тема как же показать солнце свечет так но вот заехал третий день тут у меня забыто все получается сейчас разворачиваюсь и пойду в обратную сторону ладно если чё то доброе кроме чешуи попадет чешуя уже прет я он уже поймал одну если чё найду очень хорошую включусь сниму включился короче снова вот уже набил мелочи целого горсть комары одолели сейчас уберу эту горсть вот третий день уже хабарницу уберу главное нашел какую-то фигнюшку серебряная с дыркой внутри кусочек отпечатки от серебряной какой-то колончик не колончик у комары обидоливают тоже серебряный и главное вот тадам большие юлины и даже чистить не надо деньга 1767 года вообще это как будто вот только что буквально только что и туда положили ладно выключаюсь комары а но это пар не зря здесь маленький но очиститься но паре этой небесутина маленький сматерился вот эта тема это я понимаю кем это вот это место вот так вот иду в штык сюда дошел вот здесь вот был эпицент и вот так вот распахали на где-то примерно вот так вот он распаханный ну и само собой чтоб лук откидывал в разные стороны так вот если чё там ребята пик сделать ну вот вечер настал ужас я получается эту кучу пошел здесь я вчера был вот так вот а потом вот сюда давай заворачивать и там глухо глухо и это снова зарыл дошел уже туда и теперь пошел в обратную сторону это вот отсюда я дошел оттуда получается так ну как сказал великий человек ямки надо зарывать ладно короче ямки за руль домой поеду домой приеду покажу тебя но за два дня чё накопал 193 чешуйки в принципе то нормально и главное вот гривенник елизаветы но ничего потом почистим в порядке вообще в хорошем состоянии и там еще можно повозить еще можно под собрать деньга по ушка елизаветы алексеевны тоже в отличном состоянии только вот маленечко грязь убрать не затертая кладовые кольца серебряные ну вот эти чешуйки надо почистить посмотреть а эти в хорошем состоянии нормально так что хорошо но прибор конечно слабоватый придется нового покупать прибор отличный сколько был перекатуха тоже был ну а распашку клада чешуи из 400 монет поднял варок 8 килогерц по мелочи слабоват поэтому пришлось 4 в дпро с ушами 18 чистотой вообще все выбьют я я я я я я я я я